Хакола ограбил человека. Давай на вопросы будем отвечать. Просит рассказать про налог на тунеядство. Ну они, видите, пока отрицают, что будут вводить налог на тунеядство, но они в любом случае его будут вводить. Но опять же, это полка о двух концах. Вот представьте, ну как они сделают, как в Беларуси. Там 200 долларов сейчас взимают за тунеядство. Что же получится? Огромное количество людей, которые их не беспокоят, просто сами в своем соку там варятся, они побегут на биржу устраиваться, чтобы не платить этот налог. И тогда придется платить им. Представляешь, что есть? Они захотят, вот сейчас они там налог получат, а вместо этого они получат расходы. Я думаю, что они это прекрасно понимают, что тут в России фиг кого обманешь, если не сказать другое слово. Тогда зачем вообще был поднят этот вопрос? Там, понимаешь, как, есть определенные категории граждан, которые рассматривают себя как участников палаты выдумщиков налогов, как при Петре. И вот они думают, я сейчас вот что-нибудь такое промяукаю, там прокукарекую, а мне за это царь узнает про наш такую дружбу и пожалует нас генералами. Понимаешь, как, ну то есть чистая маниловщина. Они о чем должны говорить? О том, как будет хорошо. Они же все прекрасно понимают, что будет жопа. И гораздо хуже, чем в Якуции. Гораздо дороже. Да, ну надо говорить о том, о хорошем. Если они будут говорить, приходить у Путина, я думаю, достаточно людей, которые могут им про жопу рассказать. А им надо что-то хорошее нести. Да, такое. У нас в Саратской городской думе есть такие же депутаты, такая категория депутатов. Вот обсуждается какой-нибудь абсолютно рядовой вопрос, экономический, например. Они сидят, скучают, скучают, говорят, а давайте построим канатную дорогу. Их спрашивают, зачем, какая канатная дорога, о чем? Нет, ну давайте тогда стоянку для дирижаблей. То есть они как-то просто, лишь бы что-то предложить. Ну да, конечно же. Разумное, доброе, вечное. Да, вот предлагают разумное, доброе, вечное. Такое вот, ну прекрасно. Вячеслав Вячеславович, что будет с оборонными заводами после революции? Будете закрывать или развивать? Конечно, работать будут. Но видите ли, та ситуация, которая есть сейчас, она просто невообразима. То есть есть какие-то абсолютные перегибы, связанные с представлением об оборонной промышленности и вообще о военной докрине у господина Путина, Шойгу и так далее. А представление чисто иллюзорное. Почему? Потому что мир меняется. Потому что сейчас роботехника нужна. Потому что нужны новые технологии. И, соответственно, новое вооружение. Те виды вооружения, которые в голове у Шойгу и Путина, всякие арматы там и так далее, это уже не вооружение, это каменный век. Поэтому, соответственно, будет и оборонная промышленность меняться. Как раз концепция оборонительная меняется, значит, должна быть и другая оборонная промышленность. Но она в любом случае будет и будет на основе уже существующей. Это понятно, что нет смысла там Уралвагонзавод разгонять, сносить, чтобы построить на этом месте другой завод, который будет выпускать нечто другое. Легче, чтобы они выпускали нечто другое. Ну и нужно понимать, что любой оборонный завод, любое оборонное предприятие может и на гражданскую промышленность работать. То есть любой танковый завод может делать трактора, любой авиационный может делать самолеты гражданские и так далее. Вообще обычно военные технологии развиваются вместе с технологиями в целом. Поэтому я думаю, это взаимосвязанные сферы. Конечно, безусловно. Спрашивают, куда Эдик подевался, а что с Эдиком ничего не случилось. Я так понимаю, я вообще вот... Последняя информация, что Эдик поехал внучку проведать. А такое все нормально. Самый популярный вопрос в последней склине. Вячеслав, ваше ФСБ будет переименовано в КГБ? У нас не будет ни ФСБ, ни КГБ. Я считаю, что этой структуре вообще не должно быть близко даже. Даже близко. Даже ничего похожего не должно быть на это. Потому что это структура, которая будет воевать, всегда будет воевать против народовластия. Она так устроена. А зачем нам плодить собственного врага? Нет, мы ее катапультируем вообще просто. Под ноль. Что вы думаете о Бобе Марле? Боб Марле? Только сегодня его шапку носили. Да, они сегодня ржали. У меня тут холодно. Я одел растаманскую шапку и ходил в ней. Они сказали, выйди в эфир. Ну, что думает о Бобе Марле? Человек, который полдня просидел в растаманской шапке за компьютером. Ну, я даже, наверное, говорит, говорить не буду. Ну, правда, здесь реально холодно, поэтому я как-то вот... Утеплился. Утеплился. Да, он такая с висюльками красивая. Надо как-нибудь показать. Вот здесь была бы я ее показал. Дальше шапки дело не пошло. Нет, да, никто ничего не заподозрал. Нет, конечно. Все остальное, да, только такая вот мишура, шапочка нравится. А нашу как-то пусть без меня курят. Я как-то нет. Я как-то нет. Задают такой вопрос по поводу капремонта. В самом начале сказали, говорят, а вообще в нормальном человеческом государстве кто должен отвечать за состояние домов? Государство или его жильцы? В нормальном государстве за состояние домов должны отвечать жильцы, если это их частная собственность. А в остальных случаях муниципалитет. Основное бремя лежит на муниципалитете, на местных властях. И местные власти, это опять же мы с вами, местные власти, это не должны быть такие, как сейчас. Там какие-то люди толстые, которые за нас решают, что нам делать. Да ни в коем случае. Мы и сами можем решить. Здесь должно быть абсолютно прямой народовластие. Вообще просто вот оно непосредственно осуществляемое. Мы сами разбираемся, должны разбираться, что нам здесь нужно. Поэтому вот меня тут жаль, Слава не пыхнул за Боба Марли. Не пыхнул, видите, вот так вот. Так, что у нас еще? Шевчуку респект, безусловно, согласен. О, интересный вопрос. Вот, казалось бы, такая заезженная тема, а вопрос интересный. Насколько будет легитимен Путин после выборов в мире, если за него будет голосовать Крым, который в мире не признан российским? Да, кстати. А, кстати, вот интересный вопрос. Мы и не задавали. Ну, я, по крайней мере, не задавался таким вопросом. Интересный вопрос. Ну, надо подумать на эту тему. Ну, ну, вот, с точки зрения, конечно, количества избирателей в Крыму и в Севастополе, это меньше двух миллионов избирателей. То есть, в Крыму и в Севастополе проживает, если я не ошибаюсь, 2 миллиона 200, да, вместе, если когда соедините или там погуглите. Ну, где-то вот, значит, меньше двух миллионов избирателей. А в России более, около 100 миллионов избирателей. Ну, как-то вот 2%, менее 2%. И плюс еще море геморроя в плане того, что в Крыму и в Севастополе там далеко не у всех российские паспорта есть до сих пор. И далеко не все пойдут. Ну, в общем, да, там... По слову, красная футболка, а рукава синяя, это как? Это вот так. Ну, это не футболка, это джемпер такой. Тепленький, потому что у нас тут мороз такой. Так. Опа. Слава, какой ты персонаж в книге «Скотный двор»? Автор, наверное. Это шутка, конечно. Ну, когда я читал «Скотный двор», я как-то вот с позиции автора рассматривал это всегда. Причем, я говорю, я «Скотный двор» и 1884 год прочитал. Я сказал, в 1884 году я добрал, в 1883 году я прочитал. В 1883, а не в 1884. Ну, а потом и в 1884 читал. Так что я достаточно молодой человек был как-то по-особому. Меня это проперло. Еще это был советский период. И вот вы знаете, когда я тогда читал, в 1884 год, «Скотный двор», я не воспринимал это как вот СССР. А вот сейчас, когда я читаю, в 1884 год, я воспринимаю как вот путинский режим. Один в один. То есть, с СССР это не один в один. Поверьте, это совершенно разные вещи. Там я воспринимал, что некоторые вещи какие-то там вот, может быть, взяты из СССР и гипертрофированы, представлены именно гипертрофированы. А сейчас это не воспринимается как гротеск. Это воспринимается как такое документальное произведение, повесть. Но 1884 год трудно назвать романом. Все-таки там одна линия. Такая документальная повесть про путинский режим со старшим братом, который меня видит. Так, все, что ли? Так, у нас какие-то фотографии мы не показали еще. Ну ладно, потом покажем. А, на каких-то сайтах госзакупок вот это вот было изображено. Черт, Картман-Джок тоже показывает. Такие это по поводу. Ну, все извращаются как хотят. Вот, ну мы вам, мы к вам лицом. Так что, спасибо, что вы нас смотрите. Просим вас зарегистрироваться на сайте, если вы еще не зарегистрировались, Волна перемен для того, чтобы проголосовать за меня, за Вячеслава Мальцева. Просим вас регистрироваться на нашем основном канале Артподготовка. И на нашем запасном канале, на Артподготовке есть ссылка. Канал, это называется Безумная Грета. И что еще я забыл? У нас менялись реквизиты. Будьте внимательны. Все в описании. Да, и по Парнасу. Каждый день об этом говорим. И еще раз напомним, что до 25 мая необходимо зарегистрироваться на сайте. А само голосование будет происходить с 28 мая по 29 число. То есть сейчас голосовать не нужно. Смысла в этом абсолютно никакого нет. Вот. И не нужно рассчитывать, что 28, 29 вы зарегистрируетесь и проголосуетесь. Так тоже не получится. Голосование 28 и 29 зарегистрироваться нужно до 25 мая. Ссылка есть прямо под роликом. Спасибо. До новой исторической эпохи осталось 536 дней и час еще времени. До свидания. До завтра. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.